всем привет сегодня 5 января и вот уже наступил 2021 год на этот год нам в январе epigames раздает вот такие вот штучки как первое это у нас эффекты визуальные в виде дождя каких-то отражений типа снега искр и так далее давайте их посмотрим проще один раз посмотреть так это у нас в fx и клевис это у нас я так предполагаю падение листьев то есть такие падения листочков различных по сути модельки вы сами можете даже поставить замести листьев что-то другое можете даже сделать вот из листьев дождь снег у большинства листьев как видите коллизия работает то есть они останавливаются туда кода упали в общем здесь большое количество можете есть какие-то вот огражденные до определенные части не на всей поверхности как говорится в общем здесь смотрите интересненькие то ли модели можете даже забрать переставить на другую fx эффект пойдем дальше что у нас тут еще есть здесь у нас gpu спрайтс микс демонстрейшн это это точки которые летают поверхности очень хорошо подойдут для игр которые для космоса то есть можно замутить такое астероидное облако и еще что-то заместо этих обычных точек поставить какие-то модельки и будет симпатично вот да сверх новое реализуется практически так это такой листочек да в виде бабочки вот у нас уже шар здесь смотрите шара и вокруг него что-то формируется это из центра прям на солнце можно куда-то поставить вот здесь просто небольшое какое-то значение так demonstration 2 тут какие-то изменения ну да что-то такое вот как раз таки астероидного облака но такие эффекты можно и даже и на персонажи где-то приставить смотрите да можно я так предполагаю этом модельки какие-то стоят и заместо них уже установлены точки ну скорее всего да но здесь направлено просто demonstration 3 и всплески лавы почти ну а это мы уже в принципе видели rain and water так это у нас о молния в какой-то области видимо да бьет молния и причем она вроде как отличимая да то есть у нее есть разница так это у нас вода почему-то близко подлетаем камера отрезает вода на ней точки видимо от дождя и под водой вот такой вот эффект это преломление света здесь что у нас непонятно здесь капли самое еще одни капли пузыри тоже интересненько здесь непонятно что это а это дождь но почему-то зачем мы его так близко поставили то ли испарение от дождя то ли что в общем смотрите здесь много интересного просто так не особо видно надо близко подлетать здесь уже дождик на световой карте не особо видно дождь так и что у нас тут snowfall это у нас снег почему спрашивает о снежинки видели да определенные это текстура у них так здесь я что-то ничего не вижу это просто модельки здесь у нас вот такие вот снежинки здесь кстати несколько видов почему-то ну и здесь видимо несколько видов может быть еще отличается вероятностью каким-то падением там то есть здесь более прямые наверное да вот здесь вот прям по всем переклествование такое идет здесь у нас ну я предполагаю здесь один эффект снега просто с небольшими изменениями количество частиц и вид частиц все три демонстрационных карты но отличия я особо не вижу следующее у нас это rogue модулер медиавал в общем здесь одежда для rpg так я предполагаю модель да для rpg игры какой-нибудь давайте посмотрим на них так так rogue модулер у нас карта так если полетаем здесь у нас это наручные да какие-то украшения да или как они даже идут защитники защитные наручные это у нас как они называются накидки камзолы разного вида так это тоже наруч нет это на наплечники да наплечники какие-то виды разного вида черепушечка и перчатки разного вида тоже да давайте запустим о можем здесь поизменять так есть у нас clear рандом рандом вот эта штука конечно очень пригодится людям которые вот как раз таки рпг щеки делают да о можно сделать а ну вот с коллизиями пробовали ну смотрите они вроде как рассчитывали да там боты но с одеждой они к сожалению выпирают здесь уже неправильно как-то сделано а и коллизии рук немножечко тоже выходит так если поменяю все что угодно в принципе давайте рандом да здесь коллизии прям проходит если мы посмотрим на одежду она имеет скелетал меш да ну все отлично то есть у каждой одежды есть свой скелетал меш так так или толмеж у нее 5000 треугольников а это 5000 точек 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 извиняюсь треугольников 6200 да ну тут по-разному каждая одежда скорее всего каждая разная имеет ну примерно до 10000 в принципе не особо увесистая так что можно юзать так это я материал здесь ну накидки тоже максимум максимум 7000 треугольников в принципе даже больше есть но даже нормально третья у нас процедура level generator генерирует уровни в данном случае из готовых частей ну может быть можно заменять на это надо будет смотреть сейчас мы загрузим это так это у нас здесь скорее всего да general demo запускаем пока а снизу уже генерируется и мы попали вот такой вот часть где можно различное количество комнат создать так это у нас что это такое пока непонятно а это телепортация смотрите давайте сейчас мы подбегаем да ну тут я предполагаю очень много бегать давайте взлетим в дебаг режим перейдем так почему он не переходит в дебаг режим так вылетел из персонажа вот где мы первый раз стояли вот что он нам сгенерировал кстати интересно если вот сюда уже выйти просто можно упасть да давайте запустимся и выйдем посмотрим о подождите не понял я ну окей сейчас быстренько пробежим я что-то не понимаю он еще раз генерирует что ли а смотрите видите дверь да пропала ну он походу да генерирует с каждым заходом в данную область вот сейчас запомнили да треугольничек сейчас я пробегу дальше точнее квадрат и здесь конец комнаты и да он генерирует то ли я оказался не в том месте ну ладно неважно если еще раз запустить как я видел он иногда делает двух яростные части в данном случае видите здесь торчат двери что я предполагаю скорее всего он генерирует прям на месте то есть я двери открываю генерируется другой узел вот сейчас было замедление скорее всего как раз генерация шла да 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 вот я прямо пошел 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 видите такой небольшой раннер в какой-то области так здесь у нас что а генерация одноуровневых каких-то или это что какие-то ошибочки пошли это структура которую он будет делать то есть допустим я так предполагаю либо двери либо какие-то элементы ну ладно это не особо важно можете поковыряться может быть какой-то интересный код найдете а мы пойдем к следующей модели следующее это у нас winter forest такой снежный лес да сейчас мы посмотрим какой это снежный лес так level forest demo так ну деревья 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 с одной стороны так-то прикольно выглядит водичка конечно не очень если почему-то отражение прям-то какое-то синее почему интересно так небо не такое синее как будто отражение от чего-то другого идет о здесь кстати тоже снег есть если необходимо ну в принципе делать снег не особый затрат не составляет главное чтобы это еще было так секундочку и меня выкинул за карту здесь у него видимо куб сфера но она слишком маленькая чтобы персонаж туда мог поместиться ну так прикольно сейчас давайте посмотрим что у нас тут по моделькам модельки у нас деревьев не особо увесистые 13000 3 5 3 то есть ну такие лоупольные даже в принципе возможно их можно использовать для каких-то игр так это что у нас а это камень да жалко нельзя побегать прям конкретно посмотреть ну ничего ничего можно и эти модельки использовать тоже так а мы пройдем к пятой части которая нам выдают это dangerous dungeon labs лампы получается огонь угольки так интересненько сейчас посмотрим что это из себя представляет так ну стандартные лампы кстати в январе нам дали нам дали возможность из всех выданных ассетов составить в принципе игру даже так это у нас ну прикольно да смотрите видите кстати как это секундочку мне интересно с лампой какие-то нюансы идут или же из-за эффекта какого-то вот именно само это освещение такое скорее всего эффект давайте зайдем посмотрим мне просто уже самому стало интересно так если это у нас эффектик да давайте сбросим на 0 освещение хотя нет давайте 10 скорее всего все таки лампа вот да кто то есть с лампой на light on а он стоит на begin play что-то не особо понял но видимо есть какие-то нюансы здесь есть set static mesh 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 off и так далее что-то выключает V-образненько так угольки ну сами по себе они вроде не мигают нет но вот есть какие-то красные точки эмиссив кауэр и так далее деревяшками сильно не обращались а мы пойдем а мы пойдем здесь у нас есть event system такая система которая у нас будет ссылки на blueprint вас создавать но немного сложная система мы и так предполагаю это что-то в виде сообщений так еще я вижу C++ далее у нас immersive twister random simple плагин в общем плагин использующий систему immersive twister для генерации каких-то значений так mega scans деревья да деревья листочки деревьев смотрите-ка ну это прям шикарно все зависит конечно на сколько на сколько на сколько на 2 лоды есть если что лод 0 это 20-640 тысяч лод 5 это 1 тысяча и 13 тысяч полигонов в принципе отлично в игру можно использовать лоды под номером там 2 3 и 4 5 5 в принципе можно далее у нас nf time nfts u game items в общем короче если вы хотите ввести в свою игру nft то то пожалуйста вот имеется описание и так далее на бесплатный ключ ip сегодня ну видимо он еще и платный это очень интересно надо будет подписаться так так хотя кому nft сталкера даже не прокатило в общем смотрите если интересно пользуйтесь с simple xml это плагин предоставлять схемы и c++ для нас xml данных так g song в общем читаем и вытаскиваем из него данные мы несколько уже плагинов таких видели можно и этот если что попробовать with ii community modern современный ii framework что он из себя представляет конечно непонятно здесь просто парочка картинок видимо либо какие-то дефолтные сцены с настраиваемыми аишками либо еще что-то omega game framework набор классов и подсистем для создания игр с тяжелыми данными и структурами видами да в общем для более чистой организации если вам необходимо ну таких разработчиков которые прям все это структурируют в таком виде очень мало это у нас заметки для разработчика это видимо да точки определенные ставят и там по цвету по надписям что-то интересненько так и здесь снова json какой-то lsl материал в общем если это посмотреть это у нас поддержка это функции в один pvs материал что-то все функции в один материал интересно что это такое как это использовать одно изображение никаких пояснений ну отзывы положительные надо смотреть это у нас что basic food ike ike system так следы следы от пола под обеими ногами положение стопы на истинной высоте пола быстрая и чистая интеграция библиотека функций готова многопольской игре ну надо смотреть как это устанавливать все так в принципе почти как стандартная настройка это у нас плагин для создания и редактирования ландшафта генерация ландшафта ну вот это надо как-нибудь поэкспериментировать посмотреть что это такое делает нодами это какая-то внешняя программа это как это World Creator то же самое с помощью нод Colorize экклюзии там да Ransom маска наложение по определенным это допустим текстурам в общем интересненько FaceMotion 3D плагин для iPhone для iPad и так далее жалко для Android нету только приложений если кстати у вас знание есть какого-то приложения которое можно использовать для Android напишите в комментариях skyfi character это какой-то у нас робоняша со сменной головой это прям киберпанк относительный здесь просто покрасили его чисто честно говоря здесь одну и ту же модель тоже красили в разных ну костюмчик и так далее костюм я предполагаю один количество текстур 24 персонаж тысяча а 133 тысячи вершин возможно предположительно в районе 50 тысяч полигончиков так это у нас пример движения actor core 18 студийных анимаций макап я предполагаю какая-то вещь которая для определенных вот таких вот сцен макапилась в общем персонажи можно заанимировать под такими так это у нас property редактор отвадки свойств поддерживает c++ и blueprint так эффективно решать твои проблемы ну насчет решать это конечно сильно сказано вы можете запрашивать любые данные в редакторе во время выполнения также скорость актера положение вращения и так далее так ну да это дополнительный плагин прям отображает что-то фиксирует каждого позиция видимо повороты и так далее нюансы нюансы и далее у нас pg-land снова раздает свой пак куча моделек это у нас самолеты беспилотники бомбы бомбы торпеды я не знаю что это 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 в виде пушек каких-то танков бронемашин в общем всякая нюансы это патриот система навигации и отслеживание ракет так это снова бомба и тоже радар и вертолетик в общем штук очень много а на этом все если вам какие-то эти вещи понравились напишите в комментариях что именно что вы хотите использовать в своей игре и на этом все до скорой встречи пока